Я просто действительно долго думала, что же вам такое дать, что для вас будет сейчас полезно и актуально. И прекрасно поняла, что осталось совсем немножко времени и до закрытия, спасибо большое, и до закрытия периода совсем немного. То есть буквально несколько дней. Второй момент, на следующей неделе у нас будет уже первое сентября и получается лето у нас закончилось. И наступает осенне-зимний сезон, период, когда начинается рост в МЛМ индустрии особенно. В простом бизнесе начинается рост, а в МЛМ индустрии это вдвое или втрое даже больше. Поэтому вот как раз сейчас самое время начать думать в том направлении, тем более мы все люди, мы все отдыхали. Итак, как подготовиться к осенне-зимнему сезону в МЛМ? Ну, естественно, в Фаберли. Итак, сегодня мы с вами рассмотрим основные этапы старта. Они будут состоять из трех этапов. Это выйти из состояния отдыха, включения в работу. Я не просто так поставила этот ролик, потому что действительно состояние ваты у многих есть. У кого-то слишком большая жара, у кого-то наоборот он только приехал, он не может никак включиться ни в какой процесс. Для кого-то наоборот получили мало витамина D солнечного и не хватило тепла и лета. И вот у многих вот это состояние ваты происходит. Но лето это всегда такой период, когда люди отдыхают, больше находятся на природе и больше хотят отдыхать, чем работать. И поэтому вот сейчас уже пора просыпаться. Второе. Анализ, подготовка к старту, определение ресурса. И третий этап, о котором мы с вами поговорим, это постановка цели. Я не буду рассказывать про как ставить цель. Огромное количество материала вам давали и наши коллеги из структуры Курячей, и коллеги из структуры Светланы Устратовой. Огромное множество таких было тем. Но смысловое, что необходимо поставить цель и разработать пошаговые действия к ее реализации. Естественно, это бизнес-план. Вот сейчас у вас на две недели я рекомендую, чтобы вы составили свой бизнес-план за эти две недели. Почему не просто так, скажу, прежде чем я перейду к этим этапам. Именно те люди, которые именно сейчас, сегодня вечером уже сядут и пропишут, что они могут сделать за эти две недели, как они могут подготовиться к осенне-зимному сезону, именно эти люди начнут расти очень быстро. Потому что, во-первых, огромное количество подготовит для нас компания Фаберлик. Естественно, громаднейший материал, громаднейшее подспорье, громаднейшее количество продукта, которые нам плюсы, акции и многое другое. Я точно знаю, что команда, наша команда, команда Курячих, Фаберлик Проджек, я так проще скажу, потому что там и Дарья Титова, и все директора, и Максима, и Алексей, и Павел. Команда Селийный бизнес и команда Фаберлик Проджек конкретно к осенне-зимнему сезону подготавливают новые интересные вещи. Я знаю, что и у Светланы Устратовой будут новые какие-то такие этапы, которые вам помогут расти, и у нас точно так же. Поэтому вот те, которые, знаете как, когда мы были на форуме, то Алексей Геннадьевич Нечаев сказал такую фразу на сцене. Он сказал, мы подготовили очень многое, и те люди, которые практически ничего делать не будут, будут, прирастут как минимум на 10-20%. Те, которые будут работать усиленно и серьезно, и будут вкладывать больше своего количества труда и времени, те могут вырасти как минимум на 60, а то и более процентов. На 100 и 200. И вот я могу вам сказать точно, а уже не первый год в компании, и я точно знаю, что сентябрь – это начало-начал. И вдруг неожиданно начнут появляться те люди, которых вы вообще не ждали, то есть которых вы потеряли. И у вас само собой добавится, и вы можете прирасти на 10-20%. Если вы ничего делать не будете, вы все равно прирастете. Но если вы сейчас уже подготовитесь к осенне-зимнему сезону, уже сейчас распланируете, что вы будете делать с этими вернувшимися людьми, и что вы будете делать с новыми, и вообще, что вы будете делать, то тогда, значит, вы прирастете намного больше. Это я вам говорю 100-200% гарантию. Это я знаю не понаслышке, а так как в компании я уже 17 лет. Итак, третий этап, про который мы поговорим. А, ну вот про цель я сказала, и про разработку пошаговых действий. Итак, давайте перейдем. Как же выйти из состояния отдыха и отключиться в работу? Я вот прям подобрала для вас картинку. Поставьте, пожалуйста, пятерочку. Те люди, которые сейчас вот в таком состоянии после отпуска, что ага-га-га, как бы все успеть, и как бы вообще не успевая ничего. Поставьте пятерку, кто действительно в таком состоянии после отпуска и чувствует себя вот так. Поставьте, пожалуйста, двоечку, кто, например, более уже приспособился и никаких проблем нет. Коллеги, вы здесь, жду от вас. Пятерка, кто действительно после отпуска вот в таком состоянии, что вот дай бог как-нибудь все успеть. И двоечку, кто в более таком спокойном уже. Ага, есть такие, есть. Спасибо, Елена. Остальные у нас не были в отпуске? Остальные не отдыхали на... Ага, есть еще Татьяна, отлично. Вот, а нету, ага, у Галины нету такого состояния. Вот смотрите, на самом деле, когда мы приходим из отпуска, а не отдыхали, понятно, когда мы приходим из отпуска и когда на нас наваливается огромное количество вообще дел, а нету отпуска, понятно, спасибо большое за то, что вы мне это ответили, то наступает вот-вот состояние паники. Как бы все успеть и как бы достичь, потому что наш мозг немножко работает по-другому. И я решила вам дать постотпускной синдром, как он вообще выглядит. Постотпускной синдром сопровождается масса неприятных ощущений, самыми распространенными из которых являются раздражительность, утомляемость, вялость, неуверенность в себе, вспыльчивость, головные боли, скачки давления, бессонница, перепады настроения. И казалось бы, вот-вот я отдохнул, а в конечном итоге вдруг что-то как-то вот не очень себя чувствую. Кто не отдыхал, вам, с одной стороны, знаете как, в отношении работы повезло больше. Но действительно, все равно, когда мы даже на выходные выезжаем куда-то отдохнуть, то в работу включиться очень сложно. Если, например, особенно на 2-3 дня выезжаешь, то потом переключить свой мозг очень тяжело. Паника есть, понятно. самое важное, что все можно исправить. То есть, это не придумано. Конечно же, есть разные группы рисков людей, у кого иммунитет снижен, у кого нехватка витаминов, многое другое. Но мы просто поговорим сейчас с вами о тех самых, знаете как, это не весь список. Вообще, список можно составить порядка 10-15 пунктов, что необходимо делать. Я вот выбрала самые 5, которые могут быстро привести вас в норму. То есть, строить процессы именно перестройки, потому что осенью в основном работают, потому что на улицу вроде не хочется идти, если только теплые деньки, а если дождь или, например, зима и холод, то мало кто практически и выходит на длительное время. Если только в отпуск не уехал куда-нибудь. Так вот, как же перестроиться? Первое, что необходимо сделать, это подумай, подумай, ну вот я написала подумай, обращаясь к вам, но подумайте о работе в позитивном ключе. То есть, знаете как, подумайте, что для вас очень важно в работе в фабрик, что вам дает, за что вы ее любите, вспомните те ситуации, когда вы, например, в течение года или полугодия предыдущего или года прошлого, какие вы эмоции получали, может быть, вы получали какие-то подарки, может быть, какие-то поощрения, может быть, вам, ваш наставник говорил какие-то вещи, ой, какая ты умница или ум, какой ты молодец, у тебя все получается, Может быть у вас были какие-то достижения, вспомните об этом. Вот ваша задача вспомнить все самое важное, вот такое вот теплое, которое грело вам душу. Может быть у вас пришли какие-то новички, которые вас стали теребить и вы сказали, как приятно, а я оказывается нужна, а я оказывается знаю больше, чем они. Может быть вы были на каких-то мероприятиях, связанные именно с вашей работой, именно с Фаберлик. Я говорю про Фаберлик. В принципе вы можете это все переложить и на свою работу, если кто-то еще работает на других предприятиях. Но, конечно же, больше я про Фаберлик. То есть вспомните самые важные, самые вкусные моменты, повспоминайте. Будет здорово, если вы это будете делать, например, в пене в ванной, сделать себе ванную с пеной. Или, например, в душевой кабине, например, где гидромассаж. Вы стоите, принимаете гидромассаж и получаете удовольствие. То есть, знаете как, через удовольствие, вот эти воспоминания, вот это вот состояние, вам сейчас необходимо вернуть то состояние, те ощущения, которые вы получали в течение предыдущего времени. Тогда у вас больше появится желание и стремление включиться в работу. Может быть уже сейчас есть какие-то ситуации, какие-то курсы или какие-то игры, что-то вот есть такое, где вы уже включены. И вы там получаете позитивный момент. Поэтому вот это вспомните. Представьте, как вы выходите на работу. Батюшки у нас фейерверки пускают на улице. Представьте, что как вот вы вышли на работу, возможно в офис, возможно в чаты, в которых собираются ваши команды. И вы, как вы будете делиться своими впечатлениями. Может быть вы куда-то ездили. Как вы, может быть сбрасывать фотографии. Может быть у вас какие-то новости произошли в вашей жизни за это лето. Кто-то замуж вышел, а кто-то, например, квартиру купил. Или я вот как делюсь, вот ремонт сделала. Поэтому очень важно вот это представить, те ощущения, как будут радоваться вместе с вами, ваши коллеги. И восхищаться вашими фотографиями. Или может быть какие-то достижения у вас за это летнее время было. Вот это очень важно. Позитивный настрой на работу. Второе. Обязательно высыпайтесь. Почему говорю обязательно высыпайтесь? Многие спят нормально. Но именно летом большая часть людей чисто вот физически ложатся позже, потому что день больше, потому что хочется вечером где-то погулять. Может быть где-то ехали откуда-то с озера или еще откуда-то. А нужно еще какие-то дела сделать. И обычно ложатся позже в летнее время. А сад и встают, если в отпуске, то встают, конечно же, тоже позже. И получается, что переходит, меняется вот это время. То есть график, жизненный график, он начинает меняться в отличие от рабочего. И поэтому очень важно сейчас перестроиться, конечно, на тот график, на котором вы были ранее. Но пока еще продолжается лето, и осень, конечно, будет радовать нас именно солнечными лучами. И многие еще будут продолжать вечернее время использовать, теплое вечернее время использовать для своего променада прогулочного. Поэтому самое важное, чтобы вы высыпались как следует. Это обязательно определяйте себе 8 часов в сутки. Если вам нужно вставать, например, предположим, в 10 часов в 8 утра, значит, откладывайте назад от 8 часов утра, значит, вам необходимо лечь обязательно как минимум до 12. Если вам нужно вставать в 7 утра, тогда, значит, вам как минимум в 11. 8 часов – это то время, когда вы отоспитесь. Потому что если у вас будет недосыпание, то ваш организм очень быстро может дать сбои. Обязательно это сделайте. Что еще значит высыпаетесь? Обязательно проветривайте комнату перед сном. Обязательно. Если вот сейчас теплом оставляйте при открытом окно, обязательно должен быть свежий воздух. Вот обязательно. Именно свежий воздух будет давать вам то состояние успокоения, то состояние свежести, как будто вы находитесь на улице. Те, кто проживает в своих домах или коттеджах, есть еще прекрасная, уже, правда, холодать начала, но есть прекрасная возможность засыпать, например, где-то в гамаке или еще где-то, то есть ближе к воздуху и к природе. Поэтому используйте воздух, природу, тепло, лето, которое еще пока не закончилось. Третий момент. Питайтесь здоровой пищей. Я понимаю, что многие, знаете как, съездили куда-то, вкуснятина всяких наелись и многое-многое другое. Сейчас как раз идут именно фрукты и овощи. Сейчас как раз время сезона, когда можно наесться только одними фруктами и одними овощами. Очень хорошо, если вы будете покупать фрукты именно бананы. Почему? Потому что там есть витамин счастья, который будет восстанавливать ваш организм. Обязательно ешьте яблоки. То есть используйте по максимуму огород, да, используйте по максимуму сейчас вот те продукты, которые вы можете есть. Ягоды, фрукты, ягоды, фрукты, овощи. У кого нет огорода, покупайте. Сейчас уже становится это не так дорого, как очень зимой. Именно пополняйте свой организм витаминами. Старайтесь есть больше тех продуктов, которые ближе к земле, то есть которые естественной природой созданы. По возможности будьте больше на воздухе. То есть знаете как, например, если вы живете в своем доме, то принимайте, например, завтрак, пусть у вас будет, или ужин на природе, где-то на веранде. Если у вас нету своего дома, ну придумайте, например, открывайте окна и при свежем воздухе, например, завтракайте. Выпейте чашечку кофе или чая полезного, травяного, именно на воздухе, на балконе, подышите свежим воздухом. Очень хорошо было бы, если бы делать именно пикники. То есть в выходные дни все-таки использовать солнышко и теплое время, и делать пикники, и питание там. Очень хорошо, если вечернее будет летнее кафе, и там вы будете принимать пищу. То есть старайтесь есть здоровую пищу, и лучше, если вы будете это делать на воздухе. Когда вы пополните, понимаете, как, организму не хватает энергии, и вы именно благодаря здоровой пище восполняете ту энергию, которой у вас не хватает. И именно эти продукты снимают усталость. Пейте больше натуральных соков. Сейчас, благо, можно выжимать из овощей, огромные из морковки, из яблок. Можно делать отжимы, делать свои натуральные соки. Четвертое. Работай в комфортных условиях. Мы многие, вот вы сейчас находитесь у компьютера, значит, у вас есть место, на котором вы работаете. Вы сейчас многие будете переходить в интернет. Те, кто был в интернете, они так и будут. Но постепенно вы начнете двигаться в интернет. Соответственно, образуйте комфортное место для работы. Чтобы у вас было, знаете как, стояло все под руками, чтобы вы могли работать в ежедневнике, чтобы вы могли распланировать, чтобы вы могли... То есть, очень комфортно должно быть вокруг вас и то сидение, на котором вы находитесь. Вам тогда легче будет встраиваться в рабочий процесс. И оборудуйте не просто удобное место для работы, лучше с видом у окна. То есть, вы можете открыть окно и также находиться, например, у окна, как будто бы на природе. Если у вас есть своя веранда или, например, балкон, солнце уже не такое жгучее, и поэтому можно посидеть и поработать даже на балконе. Я вот в этот раз, когда мне делали ремонт, я заказала, чтобы мне сделали выключатель и розетку именно на балконе. И я прекрасно понимаю, что вечерами я смогу работать у компьютера именно на балконе, сидя в кресле. Это очень комфортно, удобно, и тогда работа, она будет, именно работа в интернете, она будет для вас совершенно другой внутренне. То есть, вы будете с легкостью включаться в эту работу. Проводите встречи в летних кафе, в парке, на флешмобах. Пока еще есть время, что на улице тепло и народ на улице гуляет. Проводите больше времени на улице. То есть, ведь работать можно играючи, вы можете раздавать листовки, идти с подругой гулять. То есть, используйте это время, используйте, включайтесь в рабочий процесс именно через комфортные условия, через прогулки, через общение на природе. Даже знаете как, вот если у вас, если ваша команда находится в вашем городе, сделайте вылазку на пикник, обсудите там какие-то дела. Остудите планы на это полугодие. Договоритесь, кто за что будет отвечать. То есть, вы с одной стороны отдыхаете, но работаете в комфортной обстановке. Если вы начнете вот это в комфорте делать работу свою, то вы тогда и не будете воспринимать свою работу как работу, она будет вот в удовольствие. И тогда стресса у вас не будет. Пятое. Планируйте свое рабочее время. Обязательно. Не нужно в панике браться за все сразу. Потому что я знаю, что вот, например, ноги хватаются. А, я это пропустила, а это, о боже, а там что в чатах? Да там столько уже информации. А я столько пропустил, а я сюда не включилась. А я вот это. Ой, а я запустила своих консультантов. Ой, а вот это. И люди начинают хвататься за первое, за второе, за третье. И в конечном итоге получается, вот как тот мужчина, который бежит за уходящим днем. Не нужно этого делать. В первую очередь, разберись с основными делами. Что самое важное. Вот сейчас, например, закрытие периода. Есть, скоро вот закончится на этой неделе. Поэтому есть самые важные моменты, на которые необходимо уделить внимание. И эти именно моменты могут дать вам достижение определенных результатов или целей. Поэтому сейчас акцент необходимо сделать на этом. Если вы можете объединить несколько процессов в один, сделайте. Но важное и срочное, чтобы не было паники. В первую очередь, разберитесь с основными делами. А вот второстепенные сделайте позже. То есть, например, есть какие-то вещи важные, но в принципе это подождет до следующей недели. Они важные, но в принципе это можно, например, перенести через две недели. То есть попробуйте распределить свое время так, чтобы вам было очень комфортно. Чтобы вот когда человек работает на любимой работе, делает действия именно в любимом деле. И это раз. Второе, когда он понимает, что он в комфорте полном, да, ускорение, но включаться именно должен быть комфортно. Вам должно быть комфортно то, что вы делаете. Вам должно быть в удовольствие. Тогда ваша деятельность, она будет приносить больше результата. Потому что те люди, которые вот хватаются за все, у них помимо депрессии, они даже могут заболеть ОРЗ или еще что-то. А даже вирус поймают. Потому что организм не справляется с тем потоком информации. Мозг еще притормаживает после отпуска. Поэтому, чтобы вот это состояние ваты убрать, сделайте вот эти шаги. Коллеги, понятно, что я говорю? Всем все понятно, потому что я двинусь к следующему этапу. Коллеги, все понятно? Поставьте плюсики, пожалуйста, если вам понятно все и нет вопросов. Очень хотела бы вас увидеть. Благодарю. Итак, следующий этап именно возвращения и встраивания в осенне-зимний период. Почему еще говорю? Даже если кто-то не отдыхал, то летом она все равно, работа она какая-то такая, более такая вот легкая шла. А именно осенний период, зимний потом период, это ускорение априори. В бизнесе всегда идет ускорение. Поэтому, чтобы туда включиться и действительно стартануть уже с первых дней, то необходимо именно произвести анализ и подготовиться к старту. Давай, вот я прежде чем шагну к следующему слайду, обратите внимание, картинку тоже не просто так поставила. Видите, несколько там делений. То есть очень важно распределить в своей деятельности, именно вот все разделить вот на такие части, вот на такие доли. Потому что есть какие-то действия и дела, они должны быть большие доли, то есть больший процент должен быть от пирога вот этого. Какие-то должны быть меньшие доли, но важно, чтобы каждая доля какой-то деятельности встраивалась. Если вы, например, нарисуете себе вот такой круг и начнете его расчерчивать, свои действия, свои показать, ну вот определенные направления, факторы, которые могут ускорить вас и помочь вам в старте. И будете подписывать их, то потом вы можете именно на этом пироге уже определить, вот этого должно быть больше у меня, а вот этот процент может быть меньше. Соответственно, например, если этого больше, значит в неделю я должен, например, сделать 2 или 3 раза, 2 или 3 дня я должен работать в этом направлении. Если это меньше, значит достаточно одного дня или, например, 2-4 часа. То есть очень важно, чтобы получился красивый круг и каждая доля туда вошла. Поэтому запишите сейчас, пожалуйста, очень важно сесть и расписать свою деятельность по вот этим долям в пироге, именно по названиям. Вы это сделаете потом. Ну вы, например, что это может быть? Предположим, рекрутинг, например, обучение, продажи, организация, например, там, какие вещи? Проведение вебинаров, там, включение в какой-то курс. Много-много-много разных, даже элементарных, и чем больше вы разделите, например, рекрутинг, он может разделиться на много-много долей. Это, например, одна доля работа в соцсетях. Вторая доля, предположим, работа на YouTube-канале. Например, реклама, прозвон консультантов. То есть распишите каждые шаги по долям, вот прям нарисуйте круг себе, и вам тогда будет легче ориентироваться. Вы будете постоянно добавлять какую-то долю. О, я вспомнила. Чтобы это легче сделать, как я делаю обычно, я беру просто простой листок, который мне не жалко потом выкинуть. И на нем рисую большой круг, пишу, что я сейчас вспомнила, что я сейчас знаю. И потом этот листочек у меня лежит на кухне, или где-то я ношу с собой. И мне в голову приходит остальное. Я вот про это-то совсем забыла. Я просто достаю этот листок, на нем рисую и вписываю то, что я вспомнила. Складываю, убираю. И получается, что в процессе просто жизни, работа в трех метрах, я могу уже туда дописать те пункты, о которых я забыла. Или, например, с каким-то коллегой поговорила, с каким-то человеком поговорила, у меня появилась идея. Я думаю, так, точно мне это надо добавить. И в эту долю я добавила. И потом уже, когда я составляю полный вот такой пирог, я уже смотрю, разделяю именно срочно и важно, и количественно в процентах. И тогда мне легче распределить свою деятельность. Поэтому я вам специально показала такую картинку, чтобы вы поработали с ней. Давайте посмотрим теперь, что же значит анализ, определение ресурса. Сейчас объясню. До того, как наступило лето и до того, как вы ушли в отпуск, кто ходил, у вас был какой-то определенный ресурс. То есть, возможно, у вас была структура, возможно, у вас была не просто структура и команда, возможно, вы были встроены в какие-то процессы, может быть, вы с наставником проводили обучение. Возможно, вы до отпуска и до лета делали какие-то, знаете, как, особенные какие-то действия в интернете. То есть, до того, как у вас что-то было. И вот сейчас нужно не просто это вспомнить, а именно определить. Но прежде чем вы к этому придете, вам необходимо посмотреть первое, определить точку отсчета. То есть, на сегодняшнюю минуту, вот сегодня вечером, садитесь и смотрите в свой личный кабинет, смотрите, какой у вас групповой объем, какие у... То есть, вы смотрите все показатели, и вы понимаете, что вы можете вот где-то еще что-то дотянуть. То есть, что еще значит точка отсчета? За летнее время или кто-то упал в объемах, или кто-то идет в стагнации, прямолинейно. Просто если очень длительна стагнация, то в конечном итоге будет обязательно падение. Поэтому сейчас нужно определить, вы в стагнации, вы упали, вы выросли. Вы выросли, что происходит вокруг вас в Фаберлик, в вашей команде, вообще, что происходит вокруг вас в Фаберлик. Точку отсчета, от которой, знаете как, это вот когда спортсмены, бегуны встают, они встают на корточки, ну вот на одно колено, встают и у них они отталкиваются. То есть, вот эта точка отсчета, это будет то место, с которого вы стартанете в осенне-зимний период. Первое. Какая ситуация на сегодняшний момент? Второе. Что у вас уже есть? Весь актив сейчас. То есть, какое количество новых консультантов есть, какое количество новых консультантов приходит регулярно? Есть ли у вас команда или нет ее еще? Что значит команда? Это не структура. Структура это дополнительный ресурс, а команда это те люди, с которыми вы можете что-то делать вместе. Двигаться вместе, проводить обучение вместе, придумывать новые какие-то новшества для всей структуры вместе. Команда это те люди, которым вы доверяете целиком и полностью. Команда это те люди, которые могут в любую минуту заменить вас. Это взаимовыручка, это взаимопомощь. Это те люди, с которыми вы определяете движение своей структуры. Есть ли у вас команда? Была ли и на сегодняшнюю минуту осталось ли? Какие есть обучающие процессы? То есть, что вы обучаете чему своих консультантов? Очень важно. Какой у вас групповой объем? Какие инструменты у вас есть для работы? Что я имею... У каждого, знаете как, вот особенно мне сейчас можно рассуждать, потому что я видела, у меня работало несколько бригад, и я видела, что более профессиональные именно работники, которые делают больше и более аккуратно и гораздо быстрее, более профессионалы, у них свои инструменты, они не просят купить инструменты, потому что они дрожат, они у них аж блестят, они у них сложены в определенные коробки. И вот, глядя на разные команды, вот именно, которые работали у меня, я видела, кто более... Вы знаете как, у кого-то много инструментов, но делает вот так вот, шаляй-валяй, у кого-то мало инструментов, но зато руки заточены. Поэтому у каждого из вас, чтобы стать профессионалом, должны быть какие-то инструменты. Это может быть ежедневник, это может быть и, например, какой-то чат, то есть, вот определите, какие инструменты для работы есть у вас сейчас. Для тех, кто работает в интернете, инструмент для работы это работа в соцсетях, какие у вас есть шаблоны, не шаблоны, как вы делаете, то есть, что вы используете для ускорения, настроено ли у вас рекрутинг или нет, или вы просто вот получилось, значит получилось, вышло или не вышло. То есть, вот определите для себя, что сейчас, что было до того и что осталось. Если осталось то же самое, супер. Если нет, то значит определите, что вы на настоящую минуту. Третье. Что у вас вообще нет? То есть, например, предположим, я понимаю, что сейчас могут присутствовать люди, которые только пришли в команду, ну, только пришли в компанию. И у них, например, нету команды, нету, они не могут обучать, у них нету, например, даже новичков, у них вообще структуры нету. Поэтому очень важно, чтобы вы определили, чего у вас вообще нет или чего не хватает для успешного старта. Вот я ниже написала пункты, это, во-первых, смотрите выше, то, что новые консультанты, команда, обучающие процессы. И если у вас это есть, то какой процент активности вашей структуры в настоящий момент? Это очень важно. Если ваш процент активности в весенний период, в зимний-весенний период был выше, а сейчас ниже, то пришло время будить спящих и точно так же с ними проговаривать, не просто вот приди и купи, и там подарочек тебе, а уже говорить на серьезные темы, проводить бизнес-встречи на природе, в кафе, общаться и предлагать уже построение бизнеса. Если у вас целевая аудитория или ее нету, или каких вообще целевых групп у вас не хватает, коллеги, напишите мне, пожалуйста, все ли знают, что такое целевая аудитория, напишите, знаю, да, не знаю, нет, что такое целевая аудитория. Все ли знают, что такое целевая аудитория именно в MLM-индустрии? Отлично. Так, есть такие, кто не знает, что такое целевая аудитория? Пока вижу только да. Ага. Люсик это знает или не знает? Ой, да, понятно. Хорошо, ой, я прям рада. А, рассказать все-таки? Хорошо. Хорошо. Вот смотрите, что такое целевая аудитория. В каждой структуре могут быть и продавцы, это одна целевая аудитория, и она особенная, и лидеры, это еще одна целевая аудитория, и партнеры, которые будут строить крупный бизнес, это другая целевая аудитория. И привилегированные покупатели, которые пришли пользоваться, это следующая целевая аудитория, а также может быть целевая аудитория халява приз. Извини за мое такое выражение, халява приз, но такая целевая аудитория приходит. У меня, например, пришло недавно письмо от моего консультанта, и я была, конечно, немножко так. Я, конечно, посмеялась, но мне было прям вот, прям вот, аж в шок я впала. Вопрос звучал так. Ну и что? И когда ко мне будут сыпаться пачками консультанты, что, зачем я трачу свое время в Фаберлик? На самом деле, этот человек даже не подтвердил свой сотовый телефон, ну, естественно, не сделал ни одного заказа, естественно, не вышел ни в один чат, вообще ничего не сделал, но зато он тратит свое время в Фаберлик. Хочу быть. А что делать? Не поняла. Что значит хочу везде быть? Не поняла, не совсем. Вот смотрите, вот эта целевая аудитория, вот, которым нужно говорить, извините, вы мне не подходите. И вам нужно определить, есть ли у вас такая целевая аудитория, с которой вы не хотите сотрудничать. Потому что вы лидер, вы руководитель, и только от вас зависит, будет у вас такая целевая аудитория или нет. Ну, что таким я людям сразу пишу. Можете не тратить время на Фаберлик. Никаких проблем. Все. Мне даже не хочется с такими людьми общаться, потому что халява, плиз, не принимают. Теперь смотрите, если у вас есть какие-то целевые аудитории, и вы их определили, то посмотрите, насколько они развиты. Также можно, например, знаете как, нарисовать круг, как пирог. Вот вернусь назад вот к этому слайду. Точно так же рисуете круг и распределяете. Пишите. Привилегированные покупатели, продавцы, лидеры, партнеры, халявщики. Прямо можете так написать. И смотрите, какой процент в этом пироге каждой целевой аудитории. Консультировать и покупать, и стать лидером. А, вот вы про что. Оксана, никаких проблем. В самом начале, в начальном этапе вы делаете все шаги. Вы на начальном этапе. В конечном итоге вы все равно определитесь, что для вас важнее. Потому что, если вы, например, супер продавец, то у вас будет очень мало времени на построение бизнеса. Вы будете прекрасным супер продавцом работать с клиентами, иметь быстрые деньги. Если вы хотите стать лидером, то это немножко другое направление. Вы будете продавать, никаких проблем, но не в таком количестве. То есть работа не на сегодняшний момент, а на будущий. Но это немножко другая тема. Так вот, определяете, какое количество у вас есть из этих целевых аудиторий. Смотрите, каких нету и которых вам необходимо добавить. Потому что, если у вас будут все, кроме халявщиков, то ваша структура действительно начнет расти и развиваться очень быстро. И в процентном соотношении, какую целевую аудиторию вам необходимо увеличить. Предположим, у вас привилегированных 90%, продавцов 0%, например, а лидеров у вас 10%. Все, значит, вы понимаете, какие целевые аудитории вам необходимо будет развивать для того, чтобы расти. Четвертое. Какой ресурс можете использовать для ускорения своего роста? Я прекрасно понимаю, что в самом начальном этапе очень трудно что-то свое внести. Можно, конечно, помогать, можно преподавать, например. То есть предложить своему наставнику, а можно я буду рассказывать о продукте проводить вебинары? Ваш наставник будет рад, потому что это шикарное подспорье для наставника, ваша помощь. Может быть, вы скажете, а можно я буду организовывать вот что-то? Можно я буду отвечать вот за этот блог? Научите меня как, я буду помогать. Но вы понимаете, что, например, в команде Светланы Устратовой и в нашей команде Faberlic Project у нас есть ресурсы и сайты, и обучающие процессы, и многое-многое другое, которыми можете вы пользоваться. Соответственно, вам нужно определить, какие ресурсы есть и какие вы, именно какие, вот огромное количество ресурсов, командных ресурсов, какие именно, в каком количестве вы можете использовать, чтобы ускорить именно свой бизнес. Вот это очень важно. Пятое. Что можете уже сейчас подтянуть под закрытие периода? То есть вот сейчас активации своей структуры, помните, я говорила, важное, срочное, которое может поднять ваш оборот, поднять ваш объем. Вот именно вот обозначить вот тем людям, потому что они же тоже в отпусках. Если даже вы не отдыхали, многие пошли в отпусках. Вам необходимо информирование какое-то сделать, созвониться, сказать, здравствуйте, я здесь, я вернулся из отпуска. Как вы отдохнули, как ваши дела, как настрой, рассказать какие-то новости. То есть перевести ваших консультантов, которые также, может быть, сейчас в состоянии депрессии, может, в этом состоянии ваты после отпуска, перевести в позитив, поделиться какими-то впечатлениями. Может быть, какую-то тусовку придумать. То есть вот что-то нужно сделать, которое позитивно подтянет ваших консультантов и даст им возможность понять, о, про меня помнят, про меня не забыли. Поэтому вот это очень важно здесь и сейчас. И чтобы закрыть период именно достойно с тем объемом, который вы... То есть знаете как, обычно, когда закрывается период, очень важно себе поставить такую планку. Увеличить то, что сейчас есть, в два раза. Я понимаю, что это очень сложно. Если вы даже, знаете как, не сделаете в два раза, то точно вы сделаете хороший объем, который вас порадует. Но я вам точно говорю, что если вы действительно захотите, то буквально за последние один или два дня можно это сделать. Насколько велика ваша сила желания. Поэтому вот подумайте, что вы готовы себе загадать и в конце каталога сделать и порадоваться самому и сказать, я молодец. Шестой пункт. Во что вы лично можете включиться для пробуждения? Может быть, какие-то курсы нужно пройти. Может быть, курсы по личностному развитию. Может быть, по выполнению энергии. Может быть, курсы, которые вас завернут, вот знаете, как в водоворот, в воронку. И вы прям, ух, вместе со всеми в этих курсах проснетесь и пробудитесь. Может быть, какие-то бизнес-игры. Может быть, совместные командные какие-то действия. То есть подумайте, во что вы можете включиться, чтобы, знаете как, когда вы сами включаетесь после отпуска в деятельность, то у вас происходит, вы можете дать себе где-то поблажку. Да ладно, я могу и обойтись. А когда вы в общем процессе, а если вы еще берете на себя какую-то ответственность, например, в проведении обучения, или когда вы берете на себя ответственность, например, ставите себе план очень высокий под конец периода, или вы обозначили, позвонили своим консультантам и сказали, вот эти, как сегодня у меня. У меня сегодня таскали мебель, выставляли. У меня еще везде все заварено сумками, мне разбирать надо. Но я взяла на себя ответственность сегодня провести для вас вебинар. У меня выбора не было. То есть я себя по танк бросила, и за счет того, что я себя бросила по танк, я всю остальную деятельность, весь остальной день подстроила под то, чтобы вот взять и провести вебинар. И буквально за несколько часов, буквально за полтора часа я подготовилась, даю вам тему. Вот включите себя куда-то, в какой-то процесс, где вы не сможете сказать нет, где у вас будет понимание, нет отменяемости цели. То есть вы пообещали, вы не можете ничего другого сделать. Поэтому это очень хороший момент будет. И ваша команда, вот то, что вы увидите в анализе, в определении, вот что происходит вокруг вас, это отражение ваших действий сейчас. Если вы очень много отдыхали или были где-то в отключке, то это показатели вашей команды, это отражение вас, как в зеркале. Поэтому вот точно так же, если вы прекрасно включились в работу, вы прекрасно проводили много мероприятий, вы отлично поработали летом и отдохнули, и поработали, или вы сейчас настроитесь, если у вас немножко спад или, например, стагнации, и вы настроитесь, и начнете, как говорится, встанете во главе своей команды, то ваша команда, вот все результаты, они отразятся сразу же. Потому что ваш бизнес – это ваше отражение в зеркале. И только от вас зависит, получится или не получится. Ни от кого, ни от тех людей, которые говорят, ой, мне не получается, от вас зависит. У него не получается, потому что вы что-то не додали. У него не получается, а вы с ним нянчитесь слишком. А уже пора ему сказать, извините, вы мне не подходите, потому что это категория халява-плиз, которая просто хочет пользоваться вашим временем, хочет пользоваться вами как ресурсом энергетическим. Она вот поплачется вам в жилетку, ей хорошо, а вы уже думаете, ну, блин, у меня все, все рушится. Поэтому вот определитесь, каким вы будете именно осенью, каким вы станете. И давайте посмотрим на следующий слайд. Следующий этап – это постановка целей и разработка пошаговых действий к ее реализации. Именно сейчас, пока еще не закрылось лето, вот пока вот эти полторы недели, пока не закрылся период, именно сейчас вы уже можете запланировать ту цель, которая будет впереди. Увидеть ее, почувствовать, понять, какая она будет, что вы получите, как вы себя будете чувствовать. Огромное множество материалов и постановки целей вы можете найти и на структурных сайтах, и вебинарах. Ну, элементарно, если вы можете найти, напишите своему наставнику, дайте мне вот такое обучение. Есть ли у вас записи? Наставник будет рад сбросить вам вебинары, потому что у нас были шикарнейшие вебинары, потрясающие, которые вам все разжуют и объяснят, как именно поставить цель, и как именно грамотно это сделать. И теперь давайте перейдем, немножко назад вернусь. Смотрите, во-первых, вы себе, когда поставите цель, то вы сможете показать своим консультантам, своей команде, своей структуре, куда вы хотите идти, дать им бинокль, вот как здесь дали, и показать, смотри, что я хочу, куда я хочу. Ты пойдешь со мной, а если, например, у вас нету структуры, то вы можете зарегистрировать новичков и показать, вот я туда иду, ты идешь за мной, будем вместе двигаться туда, тогда вы точно вместе создадите команду и начнете двигаться. Здесь буквально несколько этапов я вам написала, несколько пунктов. Их можно, конечно, написать огромное множество, но самое важное, это поставить цель и разработать действия под эту цель. Первое, что вам необходимо сделать? Уже сейчас определите цель до 31 декабря 2017 года. Какой у вас будет объем, какой статус, какой квалификации вы достигнете, сколько вы денег будете получать. Определите, что вы на эти деньги купите. Вот определите. То есть, знаете как, Светлана Заварухина всегда говорила фразу, и мне она очень нравилась, за какую победу, за какое достижение вы поднимите бокал за праздничным новогодним столом. 31 декабря вы поднимаете бокал и говорите, я это сделал, потому что я поставил эту цель. Вот задумайте, за что вы хотите поднять бокал. Может быть, это будет бокал шампанского, а может быть, это будет бокал какого-нибудь очень вкусного сока. Не важно. Важно, вы поднимаете, и вы гордитесь собой, и понимаете, я смог это сделать. Вот эту цель нужно определить для себя. Второе, определите цели ваших людей до 31 декабря 2017 года. Можно собраться вместе, как вы видите снизу картинку, собраться, подумать, обсудить, потому что именно взаимодействие совместное. То есть, знаете как, команда создается под цель общую, где у каждого есть свои под цели. Например, если вы более высокой квалификации, вы понимаете, что ваши консультанты, они меньше сделали, чем вы. У них меньше объема. Потому что если бы у них был больше объем, значит, вы еще больше бы выросли. Но в любом случае, вы можете со своими консультантами, со своими лидерами определить, куда они готовы пойти, что они хотят достичь за эти полгода, за это полугодие. Объясните им, что там будет очень круто, что будет рост, но нужно еще дополнительные действия. Может быть, вы сядете и определите какие-то, знаете как, инструменты, какие-то моменты такие, которые помогут вашей команде еще быстрее вырасти. Вот это очень важно. Третье. Представьте, что вы начинаете с нуля. То есть, если даже у вас есть структура и есть команда, представьте, что вы начинаете буквально с нуля. Потому что вот та команда, которая у вас есть сейчас, те объемы, которые они сейчас делают, тот процент активности, который сейчас есть, он осенью не упадет. Он останется прежним. Летом идет сезонность, может быть падение. Бывает. Не у всех, но бывает. А осенью этот процент никуда не девается. То есть, ну как вот я грубо говорю, те люди, которые летом покупали продукцию, те люди, которые летом рекрутировали, осенью они ускоряются и увеличиваются. Если правильно подойти именно к осенне-зимнему сезону, то вы можете от нынешней ситуации, от точки отчета прирасти как минимум в 2, в 3, а то и в 20 и в 100 раз. Поэтому вот зависит от этого. Но представьте, что у вас ноль, что вы начинаете с самого начала. Не рассчитывайте на тех, которые есть уже сейчас. Тогда вам будет очень круто. Вы будете планировать свою цель именно с новыми людьми, с новыми ресурсами, с новыми инструментами. Как будто вы начинаете заново. А все остальные, которые есть сейчас с вами, это будет, знаете, как бонус, или это будут те люди, с которыми вы вместе в соревновательном этапе будете двигаться вперед. То есть, вот смотрите, картинка слева, видите? Посадите, посадите вот это древо денежное, посадите его сейчас, заложите его, заложите, потом обсудите со своими коллегами и поливайте, оберегайте, растите его, потому что на самом деле именно сейчас зарождается то, что может дать вам результат. Именно сейчас вы можете стартануть и запланировать тот рост, который будет в оттенне зимний период. И четвертое, распланируйте эти действия по каждому этапу, который вы определили в ресурсах. Помните, перед этим мы с вами проходили вот этот слайд. Вот эти все пункты, эти все пункты, необходимо вернуться к ним, то есть подведение итога, и уже распланировать прирост по каждому пункту. Прирост по приводу новых консультантов, прирост по увеличению продавцов в своей структуре, прирост по увеличению лидеров в своей структуре. Вот сложно мне, не знаю своих возможностей, пока все усилия на... не дали хороших и крепких результатов, только кратковременные. Оксана, вы только начали, вы на самом первом этапе. У вас уже есть результаты. Никогда себя не ругайте, потому что есть люди, которые пришли только что, а они вообще намного хуже, чем вы двинулись вперед. Поэтому самобичевание – это плохое качество. определяйте, что вы сделали, чем вы можете гордиться, и думайте, что вы можете усилить. Поэтому очень важно, уже когда цель вы пропишете, то есть знаете как, вы соединяете прошлое, которое было у вас до этого, или его отодвигаете, если оно было не очень хорошим. Если хорошим, то вспоминайте его. Берете настоящее, которое вы... Вот сейчас, настоящий момент, что у вас есть. Смотрите в будущее, которое цель вы видите. И вот то, что есть сейчас, умножаете в два, в три раза, насколько вам необходимо. Может, кому-то в сто раз надо умножить, а кому-то достаточно в два раза, и уже результат будет. Важно это умножить, и потом распределить. Когда вы делаете... Вы помните, мы говорили, пирог. В этом пироге, сколько процентов вот на это? Например, сколько процентов я готов выделять времени на рекруте? Почему я именно хочу рекрутировать? Потому что я хочу расти по карьерной лестнице. Сколько времени, сколько дней, часов я готов, например, работать на продажах? Потому что мне нужны быстрые деньги. Сейчас, здесь и сейчас, именно быстрые деньги. Сколько часов? Как мне распределить, вот то, о чем вы говорите, Оксана, вот на примере Оксаны говорю. Как мне распределить, чтобы я и продавал, и в то же время рекрутировал? Что для меня первоочередное? Продажи или рекрутинг? Продажи мне дадут быстрые деньги, сейчас кушать нужно. А рекрутинг мне дадут потом деньги. Значит, это мне больше будет денег. Поэтому вам важно сейчас определиться, к какой цели вы пойдете. И расписать. Расписать прям вот на каждый день. Вначале в долях, процентах, потом по месяцам. Вот смотрите, сентябрь. Например, период 12. Вот закончится уже здесь. Что на 12-й период, что я могу усилить? Следующий период, 13-й. Что в 13-м периоде я должен сделать такое, чтобы я прирос в объемах в 2-3 или во сколько раз это? 14-й период, что там должно произойти? Что там в первую очередь вы будете отрабатывать? Или вы будете маленькими долями каждая? Или вы будете разрываться на каждой части? Или все-таки акцент сделаете на чем? Вот это очень важно написать для себя. Нарисовать вначале на листочках. И потом уже, конечно, будет в процессе движения вашего, будет корректировка. Может быть у вас настолько все начнет расти, что вам в принципе некоторые какие-то моменты, которые вы запланировали, действия, или какую-то деятельность, вам она и не потребуется. Возможно, в процессе деятельности вы поймете, что вот эти шаги, вот эта работа, она не дает того результата, который я хочу. Поэтому я это отодвигаю и начинаю делать усилия, например, только на рекрутинг, или только на приглашение продавцов. Вот я понимаю, что, наверное, я сейчас вас больше запутала. Те, кого я запутала, поставьте двоечку. Тем, кому понятно, и у которых наоборот по полочкам разложилось, поставьте пятерочку. Потому что мне важно понимать, понимаете ли вы, о чем я говорю. Понятильное поле у нас одинаковое или нет. Тем, кого запутала двоечку, кому понятно пятерочку. Отлично. Все отлично. Есть, кому непонятно, потому что вот сейчас все зависит от вас. Благодарю, коллеги. Сейчас все зависит от вас. Только от вас. И от ваших действий. Именно как вы возьмете на себя ответственность, распишите, подадите заявки своим наставникам, возьмите меня в спикеры, или там, например, возьмите меня, я готова анализ структуры делать, что я могу сделать в команде полезного. Ну дайте мне что-то материальное. То есть, знаете как, взаимовыгодные отношения. Включитесь во что-то. Подумайте, посидите. Сегодня день у вас, и впереди ночь, когда вы можете помыслить, помечтать, и понять, какими вы станете 31 декабря 2017 года. И за что мы с вами вместе выпьем бокал шампанского, и скажем, вот это да, вот она рванула, вот это круто. Все зависит только от вас. Помните это обязательно. Слабых людей нет, но все сильны от природы. Нас делают слабыми наши мысли. И если мы не верим в себя, не верим в людей, которые вокруг нас, не верим в своих наставников, если наставник говорит, что надо вот так делать, а вы не делаете, думаете, да ладно, подождет, да ладно, я потом. Если мы свои мысли не направляем в то, как вот видели в первом видео, как там было, я, говорит, просто задумал 15 миллионов, а теперь сижу и грущу. Страшно было, но задумал 15 миллионов, а грущу, потому что а неинтересно, а хочется больше, и многое другое. Поэтому подумайте сегодня, запланируйте, уберите свой страх, уберите неверие в своих мыслях, и мы с вами вместе будем праздновать победу 31 декабря 2017 года. Но сейчас важно закрыть каталог достойно, гордо, с гордо поднятой головой. Вот это я смог, чтобы вас поздравляли на структурных собраниях и говорили, вон она дала, был такой объем, она хоп и взлетела, или он хоп и взлетел. Коллеги, на этом все, я закончила, надеюсь, что я вам сегодня была полезна, и у меня к вам просьба, напишите один из пунктов, которые очень для вас были важны сегодня. Один, одно слово, самый важный пункт в сегодняшнем вебинаре. одно слово, потому что у каждого будет это свое. Один, самый важный пункт. То, что с вами соприкоснулось, то, что для вас было важно. Один. А я не знаю, что такое, Галина, один. Один слово напишите, например, для меня важно было, как проснуться. Нужно отдохнуть. Полярщики, понятно. Пожалуйста. Все зависит от меня. Отлично. Вот знаете, это правда. Я не просто эти слова говорю. Как только я начала брать на себя ответственность за себя, за команду, за какие-то действия, за другие структуры, за проведение мероприятий, как только начала брать на себя ответственность, сразу все стало получаться. Возьмите ее. Правильно планировать. А, начинайте с нуля. Отлично. Встряхнуться. Да. Убираем состояние ваты и идем просто летим к успеху. Спасибо за внимание. Встретимся на следующих вебинарах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...